Книга открытым оком, том 11, тема Потеряевка. Вопрос 2437. У вас в деревне Потеряевка нет никакого производства, а на что же живут люди? Известно, что до революции мужики из деревень уезжали зимой на заработки в город, а ваши не делают так? И есть ли какая разница, как трудятся пожилые и молодые? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я попросил нашу сестру верующую, которая выдала дочь замуж, и они поселились в деревне, показать, сколько зарабатывает она и как помогает ей зять. И вот что она ответила мне. А вы уж и решите, есть ли разница в труде от матери и дочери и зятей. Подарила я им корову и теленка, потом еще трех поросят по 30 килограмм, мясо сама увезла в Новосибирск, и им отдала уже деньги. Эти деньги ушли в основном на то, чтобы раздать долги, которые были у зятей до женихбы. Шифер, дранг, оконные блоки, двери, лес, брус на баню. Все это на деньги, которые выручил я от продажи моего дома в Корчино. За работу по постройке дома отдала 1000 рублей. За сарай 400 рублей. Дом продала за 25 тысяч рублей. И все ушло на стройку здесь. Начали жить отдельно от меня молодые. У меня осталось корова, теленок, гуси. У молодых коров, теленок, бараны, поросенок. Через три года у меня 5 коров по 8 тысяч стоит каждая. 2 телки гулевые по 5000 рублей. И 5 телят по 1500. Куры 150 штук по 100 рублей. С виноматка. 1-7 тысяч. 8 овечек по 1400 рублей. У молодых ничего. Уговорила купить корову в долг. За молоко от нее рассчитались за половину. За вторую половину стоимости коровы уплатила я. И они немного оделись и обулись за деньги от молока от этой коровы. Я согласилась купить машину зятю, чтобы возить молочную в Барнаул. Мы заняли 15 тысяч рублей. 9 тысяч я отдала. Но слава богу, я хоть не носила на руках молочное. Потом продали машину за 10 тысяч. А нам она стоила 20 тысяч ремонтов. Потом молодые уехали в Новосибирск. Результат. Я такой и ждала. И знала, что так и будет. Все, что нажили за 3 года, спустили за 6 месяцев. За то время, как они приехали из Новосибирска, а прошло уже 5 с половиной месяцев, они мне дали 2000 рублей. И то уже, когда я стала говорить. За лето зять сделал цыплятник и разобрал крышу. Вернее, половину на сарае. Целик под грядки копали вместе. Картошку садили и обрабатывали вместе. Копать досталось мне. 8 летков выкопали вместе. Деньгами он меня выручил один раз, когда покупали бочки. Но я ему с очередной поездки в Барнаул сразу же вернула дом. Однажды, когда приехал из Барнаула, в доме было натоплено. Жила я у брата. Один раз пешком встретили меня с разреза до 4 километра. Но для меня это так приятно, что я благодарна Господу за эти минуты. За это время я нанимала людей. И мне выкопали колодец за 7 тысяч рублей. Построили коровник с сеновалом за 25 тысяч рублей. Сарай за 18 тысяч 400 рублей. Сено заготавливаю сама. Сирахов 22. Сафония 12. 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 Сафония 12.